Здарова народ, с вами Кирилл Саркаст и даром пожаловать на канал CryptoGamers В этом видео поговорим про новую NFT игру, которая называется Out of Peak Это новая MMORPG, которая буквально сейчас запустилась в закрытом бета-тесте В котором я принимаю участие, информацию скидывал с кряга Для того, чтобы поучаствовать, нужно купить было Beige на бирже в Bybit за 2$ И, соответственно, вы получаете на 10 дней, по-моему, раньше доступ, чем все И как раз-таки это видео будет посвящено обзору данного проекта Ну а перед началом, по традиции, лайк-подписка и любой комментарий для продвижения контента Начнем мы наше знакомство с сайта, но особо акцентировать внимание, конечно же, не будем Потому что проект уже готов и, в принципе, будем изучать его По заработку сразу скажу, что ничего пока сказать не могу Потому что надо разбираться Но игра сильно напоминает, конечно же, Мир 4 То есть мы будем прокачиваться, большое количество всяких активностей Игру сделала такая компания, как Yecha Games У них уже есть один готовый проект, это Midgard Saga То есть это RPG Честно говоря, не играл, но выглядит он довольно-таки прикольно визуально Мы как раз-таки будем тестировать Out of Peak И дальше у них еще будет одна игрушка, как видите То есть можно все это посмотреть будет на их сайте Давайте сразу перейдем к интересному, то есть знакомству уже с самой игрой Как вы можете увидеть, я уже прокачал своего героя до 33 уровня Это, понятное дело, буквально там может быть пару часов занимает То есть в игре, конечно же, присутствует эта автобитва Играть можно в мобильном гейминге, то есть это мультиплатформа Я сейчас играю с эмулятора У нас есть при создании выбор из пяти классов Тут показаны сильные и слабые стороны данного архетипа То есть стандартный воин-танк По классике это воин-танк Показаны его ДПС Можно кастомизировать, то есть выбрать персонажа женского пола, мужского И плюс как-то его там немножко изменить Понятное дело, что конфигурация изменения не такая глобальная Но она, конечно, присутствует Дальше показано, тут есть у нас Марк Я выбрал себе вот такого вот Ассасина Это типа как Стелса Рога Есть у него Инвиз И, в принципе, показано, что сложность максимальная у данных героев Но, как показывает практика, не всегда это корректно отображается Да, сложность персонажа и реально его именно такая составляющая Показан это какой-то саппорт, хилер И тут, скорее всего, последний класс Это какой-то механик, который будет сражаться с помощью дронов Графика похожа на Нина Куни, Генши Импакт Может быть, отдаленно Тауру Фэнтези Это, в принципе, что касаемо класса Так, немножко здесь вот это давайте Еху уберем А то она мешает нам Давайте перейдем уже к самому проекту Для того, чтобы вы познакомились с самой игрой Конечно, еще мало успел потестировать игру По выводу в ЗБТ это, конечно, все недоступно Весь прогресс, кстати, сохранится То есть, об этом писали Как раз таки, кто купит бейджи Естественно, будет уже преимущество Вот такая вот игра То есть, могу бегать Могу атаковать Есть всякие, видите, тут инвиза То есть, эти все умения можем использовать Их, конечно же, большое количество То есть, можем их менять Графика Ну, уже несколько раз, да? Говорил, да, она прикольная То есть, не скажу, что это прям супер-супер крутая Но она на уровне, как минимум Тем более, не забывайте то, что это мультиплатформа Можно будет играть и на компьютере, и на телефоне По активностям присутствует автобой То есть, мы нажимаем автопрохождение квестов Все это скипаем То есть, спокойно нажимаем Он тут может сам бегать Это, конечно, удобно в нынешних реалиях Особенно у кого мало времени Так, ждем чего-то тут Пойдем сейчас по основному сюжету Потому что вы немножко просто посмотрели, как это работает Дали мне какой-то легендарку, да, судя по Визуальному виду Сейчас попробуем, надеюсь, по квестам, когда пойдем Будет какое-то сражение В игре присутствуют различные профессии Без этого никуда Там рыбалки и так далее То есть, это уже нужно будет все знакомиться Когда кидают на всякие пати Кстати, можно брать пати для того, чтобы Поубивать каких-то монстров Давайте, наверное, примем Поехали Так, есть у меня Это, скорее всего, либо в данж Либо убийство боссов То есть, периодически выскакивают наборов паки Потому что, сами понимаете, на ЗБТ не так много народу То есть, есть, там, не знаю, человек 10, наверное, кто тестирует Тысяч 10 имеется в виду, а не 10 человек И вот мы поехали уже уничтожать какой-то, скорее всего, рейд Из минусов сразу можно отметить Такой прям жирный минус Это пока отсутствие локализации Возможно, на релизе она будет Возможно, нет То есть, это большой минус Потому что игра полностью на английском Конечно же, тяжеловато Понимать основные все механики Ну, конечно, базовые английские здесь спасают Но это не позволяет углубиться В историю, там, игры Да, кто любит, допустим, погружаться Так, поехали Нажал автобой Что-то ничего не происходит Вот, поехал какой-то босс Давай, мне воюют на автобое Так, ну все, поехал Конечно, могу все вручную прожимать Но, поскольку мне проще, да, рассказывать А не вдикать уже в сам В саму битву То есть, по классике есть всякие, там, дэши Которые будут позволять, там, уворачиваться От сильных атак боссов То есть, у меня, если здесь сделать нашив Но это то же самое было, как в Мир 4 То есть, это нужно будет для милишников Так, что-то плохо, мне, кстати, на автобое воюют Ну Не хочется сражаться Ну, что поделать Скиллы, естественно, сетапы Это все нужно будет подбирать То есть, я думаю, там, для фарма Будем одни скиллы использовать Для ПВП Это другая составляющая Но В таких, обычно, играх Уже по своему опыту, да Там, если даже брать То же самое Нина Куни Все-таки это игры, да Одного формата Мир 4 Всякие дальники Они более рулят Ими проще было играть Не знаю, как это будет происходить тут Да, вот видите, уже есть какая-то атака Мы тут увернулись Это я уже САП нажал, ШИТ Но после того, как мы нажимаем ШИТ Видите, у него еще хоть есть дилей Может быть, дело в пинке Потому что 163 пинк Все-таки не самый благоприятный То есть, может быть, из-за этого Кажется, что Немножко персонаж потупливает Так, поехали Здесь какие-то сильные ОЕшки У него килы Такое ощущение, что я сейчас умру Да, я умер Потому что Нельзя было стоять под Под этим навыком По-моему, я ревнул еще с данжа Ну и бог с ним То есть, это для сильных игроков Давайте сейчас сразу посмотрим еще по активностям Так Давайте ливну спать Надеюсь, ребята, у меня ничего не заруинил Но там оставалось, поскольку мало жизней Думаю, в принципе, должны они справиться Так, опять это Ешка У меня и Еха Давайте я тоже скипаем В игре присутствует питомца Который мы будем захватывать То есть, победили какого-то монстра Его можем захватить И он будет нашим питомцем Этих питомцев можно между собой бридеть У них есть, как видите, своя равность И в дальнейшем, я так понимаю Их можно будет продавать То есть, это Камонка Рарки и так далее То есть, у меня пока выше Рарки Ничего нет То есть, чтобы получить, я так понимаю, эпиков Нужно будет идти, естественно, намного дальше Так, пати, все это скип Что касается скиллов То есть, скиллов, как видите, у меня пока Присутствует вот такое вот количество Их можно, естественно, менять Также присутствует ультимативная способность Пока она у меня не открыта Также есть пассивные навыки В дальнейшем, я так понимаю, можно будет еще какие-то навыки открывать Улучшать И это все дело, как вы понимаете Будет, наверное, некий баланс Между прокачкой нашего героя И, соответственно, выводом из игры Это, как я уже говорил Нина Куни, Мир 4 Либо то, либо то Может быть, да, где-то получится соблюдать баланс В игре также присутствуют различные ачивки То есть, показан наш прогресс Что мы при этом можем получить и так далее То есть, ну, в принципе, стандартная, да, система Я думаю, мало кого можно этим удивить Также показана профессия Допустим, рыбалка Какие рыбы мы можем получить То есть, их большое-большое количество И можно, да, уже понять То, что легендарный Грейт Он не самый последний Самый последний Это получается, скорее всего, мифический Так, надо где-то в настройках Надо поискать, чтобы пати постоянно не прилетала Что касается питомцев То есть, я захватил 4 питомца И, в принципе, видно, да, как они выглядят То есть, у меня прям, когда написано брит Он такой какой-то маленький бычок А здесь уже прокачанный То есть, чтобы получить маленького бычка То есть, я победил вот такого вот монстра И тут, как вы видите, большое-большое тоже количество Открывается там на 38 уровне какие-то То есть, каких-то я даже не нашел Их можно между собой бритить Пока особо не понимаю, для чего это нужно Но, кроме того, что они дают нам мощь нашего героя Мощь также скалируется от любых, получается, действий Улучшили шмотки Прокачали, больше стало мощи Насчет там всяких Собери какие-то ресурсы Вставь там, не знаю, в боевой свой пропуск Пока такого не видел Может быть, в дальнейшем такое тоже что-то будет похоже Да, как уже Мир 4 Что касается всяких активностей Да, их видите Большое количество всяких там данжи Зачистки просто локаций То есть, если нажмем здесь Давайте попробуем куда-то телепортироваться То есть, это прям каждый режим можно показывать Да, до бесконечности Наполнение в игре, конечно же, большое То есть, сейчас, мне кажется, ни одна ММО-Экпг не будет Так, давайте сразу здесь Да, да, да Поехали телепорты Это, конечно, большой плюс Вот в данной игре Автобой Потому что автопрохождение Потому что на английском Все-таки не всегда понятно Куда, что нужно делать Но он, как видите, сам поехал Я еще при этом лидер У меня также показано Есть это, я так понимаю, данж Я выбрал себе Есть 30 минут на прохождение Тут всякие активные задания Ну, давайте здесь сейчас пройдем Данж, посмотрим, как это выглядит Нажимаю автобой Надеюсь, у меня он Сможет что-то сделать Хотя, наверное, план игроков Также играет на автобое Поэтому это будет максимально трэш-шоу выглядеть Если они будут тупо следовать за мной А мой герой будет стоять Но Потому что, как я лидер пати Все-таки То есть, должна какая-то адаптация Под меня быть Потому что вручную тыкать К сожалению, маршрута я не знаю Сейчас все встали Нет, пошел, смотрите, сам двигаться Зачистили мы пару волн И как раз-таки пошел Какой-то босс Не стал я все это показывать Потому что Слишком ролик будет большой Но Примерно, чтобы вы понимали Какая есть активность То есть, надо что-то показать Более детально Как я говорил Все-таки идет еще ЗБТ И надо более углубляться в проекте Для того, чтобы разобраться Именно по заработку Это будет уже, как раз-таки Я думаю, отдельный ролик Напишите, друзья, в комментариях Вообще Так, продолжить подземелья Нет, скипаем Будет ли вам интересно вообще Такой проект Конечно Потому что многие ищут Всякие ММО, РПГ Но на горизонте Как вы знаете Будет выходить Мир М Мир М все-таки От создателей Мир 4 У него такой больше Уже явно будет охват И в две ММОшки Будет тяжело отыграть Но для ознакомления То есть В принципе Я так немножко поиграл Там пару часов Для того, чтобы записать этот контент Сама по себе Игрушка довольно-таки прикольная То есть Не скажу, что она прям Как-то выделяет Сцепляет Но Если будет здесь Какой-то приемлемый зарплаток Конечно Играть будет В удовольствие В принципе Так Немножко показал Основную игру Напишите Звук был нормальный Сегодня Потому что Небольшая ротировка У меня С аппаратурой И нужно все проверить На этом все, друзья Лайк, подписка И удачи Субтитры сделал DimaTorzok